Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом в день государственного флага. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он почтил память детей, погибших вследствие российской агрессии. К мультимедийному мартирологу лидеры принесли игрушки и почтили память погибших минутой молчания. Нарендра Моди заверил, Индия готова играть активную роль в усилиях по достижению мира. Я приехал к вам с посланием мира. Вы хорошо понимаете, что Индия внесла активный вклад в дело мира. Наш подход человекоцентрический. Я хочу сказать вам и всему миру, что это наше убеждение и наше обязательство. И мы говорим об этом громко и чётко. Послание состоит в том, что мы поддерживаем и уважаем суверенитет и территориальную целостность. Индия – одно из наиболее влиятельных государств глобального юга, динамично развивающаяся экономика, мощный военный потенциал и рост международного влияния. Как отмечают аналитики, значение визита Моди в немалой степени обусловлено стремлением Киева развивать отношения со странами глобального юга. Накануне поездки в Украину глава правительства Индии сообщил, что главная цель его визита – обсуждение мирного завершения войны России против Украины. Мы готовы сделать всё, что можем, потому что мы действительно считаем, что продолжение этого конфликта ужасно, очевидно для самой Украины и для всего мира. На встрече лидеры согласовали четыре документа. Они касаются сотрудничества в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах. Кроме того, подготовлено совместное заявление о построении стратегического партнёрства, торговли и военно-техническом сотрудничестве Украины и Индии, сообщил Владимир Зеленский. Индия также участвует в нашей работе над формулой мира. Была представлена на саммите мира, и мы работаем в соответствующих группах согласно формуле мира. Всё это добавляет нам оптимизма. И важно, чтобы как можно больше глобальных субъектов чётко выражали свою позицию по основополагающим нормам международного права. Встреча Владимира Зеленского с Нарендрой Моди будет иметь конкретные результаты, уверен руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Индия, как одно из ключевых государств мира, последовательно выступает за мирное урегулирование конфликтов. Её интересы полностью совпадают с украинскими в стремлении стабилизировать глобальную систему безопасности. Андрей Ермак – руководитель Офиса президента Украины в Телеграм. На исторический визит главы правительства Индии в Киев отреагировали в Белом доме. Если это может помочь положить конец конфликту, который соответствует видению президента Зеленского о справедливом мире, тогда мы думаем, что это было бы полезно. Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США на брифинге в Белом доме. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Индия придерживается нейтральной позиции. Она не поддержала резолюции ООН, осуждающие российскую агрессию. Несмотря на то, что Нью-Дели декларирует поддержку санкционного режима в отношении Москвы, страна остаётся одним из самых крупных импортеров российской нефти. Однако давление США и активизация сотрудничества России с Китаем вынудили Индию скорректировать вектор внешней политики. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала Freedom.